всем привет вы на канале Ани Козе меня зовут Аня и сегодня я вместе с вами буду разбирать свою косметику давно уже собиралась это сделать делала перед новым годом так сказать расхламление снимала видео на тему использовать и выбросить ссылочка будет на него под видео внизу переходите смотрите и вот сейчас наступило лето я приняла такое решение что все-таки от некоторых продуктов из моей косметики мне необходимо избавиться они мне не нужны и уже довольно таки давно они меня находятся поэтому давным-давно пора их выбросить вот сначала я вам буду показывать всю свою косметику в процессе буду говорить о чего я буду избавляться сначала я начну наверное с ухода за кожей сейчас я пользуюсь таким кремом и мне очень нравится тут уже меньше половины тюбика крем покупала фикс прайсе пользуюсь с удовольствием увлажняющий крем у меня кожа 30 плюс и он не подошел поэтому пользуюсь также пользуюсь вот таким кремом от эйвен эйвен вот такой вот кремушек рассказывала вам о нем в одном из видео но я его пользую на ночь он на день жирноват для меня а вот на ночь самое то такой вот крем поэтому буду пользоваться дальше вот этот продукт мне срочно нужно допользовать тут осталось уже буквально капелька но у нас состоялась такая жара что вот это средство как-то мне сейчас не идет но все-таки нужно его закончить я его наношу на ночь это очищающее такое молочко она и от косметики просто лицо очистить я делаю на ночь потому что тоже он такой жирненький и иногда вместо крема я просто им очищаю лицо и оставляю до полного впитывания так что это нужно допользовать и выбросить вот такая вот масочка тоже здесь осталось буквально на один-два раза от эйвен увлажнение с алоэ и огурцом очень не нравится маска пленка тоже вот ближайшие дня два нужно ее использовать уже так вот от этого сиси крема я избавляюсь покупала его фикс прайсе он мне нравится но оттеночек немного не мой и поэтому у меня практически целый тюбик остался а сейчас лето я уже явно не буду в летний период пользуется сильно светлый для меня этот оттенок поэтому избавляюсь от него и уже я так подозреваю что истек уже срок годности наверняка поэтому я выбрасываю этот продукт так дальше жидкость для снятия лака такая у меня вот этот дезодорант я так его и не поняла я иногда им пользуюсь но как-то без особого такого желания в разных ситуациях стараюсь его использовать он такой без запаха защищает от пота но я бы не сказал что прям на сто процентов защищает от пота и прошу прощения за подробности запах неприятный от него потом вот в течение дня допустим ходишь на с ним поэтому я еще не знаю избавиться от него или оставить может быть я что-то не понимаю в этом мире но дезодорант вообще не для меня но пока пускай постоит а потом будет видно вот этот дезодорант мой любимый я люблю шариковые дезодоранты такие запахами и хорошо защищает от пота и от запаха такими я пользуюсь с удовольствием еще одно тональное средство я его тоже выброшу очень классный вот этот вот тональный крем от oriflame он с со светоотражающими частицами его абсолютно незаметно на лице ой вытеклась его незаметно на лице он буквально вот сливается с кожей но у него уже истек срок годности и поэтому я буду от него избавляться хотя мне очень очень жаль его очень очень много не знаю есть если еще в oriflame такие заказывала я довольно таки давно когда сама занималась oriflame просто выбрасываю потому что давно не пользовалась и лето я летом не на не ношу такие вот средства так а вот это средство от oriflame я оставлю giordani gold я им пользуюсь даже иногда бывает жару и точечно наношу там какой-то крестчик замаскировать поэтому я это средство оставляю дальше от oriflame 100 летние у меня тени такие уже наверно такие не выпускаю давно beauty называется серия такие они тут уже поломались абсолютно не пигментированные тени вообще их наносишь и они буквально лучше через три секунды тают у тебя на веках и просто не видно и к тому же они тоже уже старенькие и просто выбрасываем так мы продолжим с тенями тогда вот такие тени сайта aliexpress они мне нравятся хоть я и пользуюсь ими очень очень редко как видно на практически не пользуюсь но оставлю авось пригодится так также от арифлейм смоги коллекшн тоже когда занималась арифлейм заказывала себе они тут шли с кисточкой видите вот один цвет у меня прям абсолютно ушел ну их оставлю может быть когда-нибудь еще буду ими краситься так дальше у меня три палетки вот таких вот теней робби роуз это косметика моего детства можно сказать бюджетная у меня три палетки повторюсь и одну из них я сегодня выброшу так вот такая палетка такая вот это вот сравнительно новая у меня вот такая и вот эту палетку я сегодня решила выбросить на мне не нужно а я тебе оставлю так дальше вот такие вот трафареты для бровей это мне подарили иногда я пробую но не очень хорошо получается но оставлю буду тренироваться и к тому же я еще использовала их просто здесь вот открывается в общем а здесь открывается здесь тени я кисточкой просто рисовала себе брови так дальше лаки для ногтей я оставляю вот эти golden rose хорошие лаки вот этот оставляю мой любимый речка лор тоже golden rose вот этот оставляю тоже golden rose хорошие лаки мне нравится оставляю вот этот от иван яркий делаю с ним летний педикюр вот этот лак я выбрасываю больше никогда жизни не куплю лак шиммером во первых его практически не видно на ногтях во вторых очень и очень тяжело снимается с ногтей лак с блесками поэтому я выброшу вот и выбрасываю вот этот вот хотя он мне очень очень нравился но я его наверное выброшу ты может оставить нет наверное выброшу я его мне уже приелся лучше выброшу куплю себе какой-нибудь другой поинтереснее вот что тут еще у меня осталось а вот такой вот еще лак прозрачный тоже выбрасываю закончился в живот загустел я его покупаю всегда в ашане корректирующее покрытие с витаминами е с лимонной кислотой укрепляет ногти хорошо с ним ногти растут стараюсь покупать почаще когда не забываю вот очередной у меня пузырек закончился я выкрасываю еще раз я подробнее об этих товарах продуктов буду говорить в пустых баночках поэтому чтобы не пропускать эти видео подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик вам будут приходить уведомления вот такая вот матовая помада я крашу ее только для съемок видео потому что у меня руки наверное не с того места растут у меня не получается идеально накрасить им губы и на камере как-то она не так заметно бывает наверное а вот в жизни там город куда-то я не могу выйти потому что не могу четко ровно накрасить губы губы тонкие вот но она мне нравится хорошая стойкая матовая помада вот такая дальше матовая у меня вот такая есть робби роуз розовая она мне очень нравится летом люблю ее наносить она такая яркая и красивая оставляю вот эта помада deep shine как она называется немножко немой оттенок коричневый такой но иногда все же я ей пользуюсь она мне нравится и вот это вот наверное одна из самых моих любимых ходовых помад часто ей пользуюсь она такая легкая практически ее на губах незаметно и так на каждый день самое то тут у меня пробник духов иван лак о все от эйвен до сих пор запечатаны пусть валяются пригодятся так это у меня масло для кутикулы тоже моя любимая пользуюсь удовольствием еще вот такой вот карандаш для губ я им полностью закрашиваю губы как помадой мне очень нравится яркий такой летний цвет летом на вечер куда-нибудь пойти мне очень нравится матовый такой эффект губам придает дальше по косметике у меня тушь такая тушь знаменитая моя тушь за 49 рублей пользуюсь тоже такая силиконовая кисточка нормальная тушь ничего особенного но и неплохая и вот этой тушью пользуюсь тоже типа шанель здесь тоже силиконовая кисть тоже хорошая тушь пользуюсь удовольствием а еще вам не показала крем вокруг глаз который здесь буквально вот еще на один раз и на два остался такой планета спа у хороших крему увлажняет вокруг глаз меня он устраивает пользуюсь удовольствием такой бальзам для губ с aliexpress или сжума я уже не помню с aliexpress по моему вкусно пахнет пользуюсь тоже в основном зимой пользую пользовалась активно сейчас так редко так что у меня тут еще такие вот духи есть свеженькие такие также иван фаруэй мне они очень нравятся сладенькие такие но они больше на осень на зиму подходит классный аромат второй раз уже себе заказала такие и по духам что если у меня такие от иван романтик берам антик тоже на сладенькие такие хорошие но они не то что сладкие цветочный такой аромат на лето самое хорошо и вот такие вот они мне не очень нравятся но иногда пользуюсь тоже такой более летний аромат свеженький так но это мужское не буду останавливаться на этом еще есть у меня с aliexpress пудра такая вот она мне очень нравится устраивает меня вполне не сказать что я и прямо часто пользуюсь не каждый день но вот когда пользуюсь она меня вполне устраивает так вот она называется заказывала давным давно уже вот так что вот такая вот у меня косметика здесь у меня еще есть тоник какой для лица не советовала бы вам его но я пользуюсь им но без удовольствия оставляет на лице такой неприятный какой-то как это сказать слой который хочется смыть после тоника обычно не хочется после нормального умываться а вот после него хочется умыться ну я им иногда пользуюсь оставлю и моя любимая мицеллярка такая вот для лица очень мне нравится это я тоже все оставляю еще есть у меня лак для волос такой с блестками но он блестки в нем не очень сильно видно вообще практически незаметно у него прикольный аромат волосы пахнут так вкусненько и он когда брызгаешь у него какой-то розовый цвет тоже редким пользуюсь но мне очень нравится запах как после него пахнут волосы вот в принципе вся моя косметика вот от этих вот продуктов я избавляюсь подробнее о каждом из них вы увидите видео пустые баночки 30 числа каждого месяца выходит на моем канале видео пустые баночки ссылку я на плейлист оставлю под этим видео переходите смотрите у меня за каждый месяц есть отчеты косметика и бытовая химия и все такое вот так что переходите пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео социальных сетях всех благодарю за просмотр всем удачи пока пока